Всем привет, добрый день, доброе утро или добрый вечер, добро пожаловать на шоу Выбери себе подходящий велосипед и узнай, что он не будет доступен в ближайшие 100 лет Но на самом деле я немножко подготовился, по крайней мере здесь по Германии И посмотрел на доступность велосипедов, которые я сегодня покажу Они все в районе 1000 евро стоят Я не знаю, сколько из моих подписчиков уже успели спастись от режима Путина И переехать в Европу или в страну, где, собственно, долларами или евро оплачивают Как-то так, но для какой-то доли подписчиков я по этому поводу опрос или составил, или составлю Эта информация будет релевантна Давайте начнем с Cube Attain Race И Cube не в одном из своих сегментов Тут у них есть Aero и Lightning, соответственно, Agree Там нет ободных тормозов И там, в принципе, все немножко подороже Attain это, однако, чуть подешевле серии И здесь в Atain Race за 1099 евро У нас имеется Tiagra по кругу Это дисковые тормоза Здесь и имеется такая киш-миш-система Не совсем гидравлика TRP Spire В других велосипедах в сегодняшней подборке мы увидим полностью гидравлические тормоза Но Spire довольно-таки легкий Что, однако, не совсем помогает общему весу этого велосипеда Он 10 килограмм весит То есть это не шоссейник и вовсе Если вы поставите на него соответствующего бюджета педали То есть соответствующие вот этому бюджету То, да, фляги Там велокомпьютер какой-нибудь Какую-нибудь подсидельную сумочку То этот велосипед не сильно будет отличаться от обычного компьютерского По весу так точно И здесь он доступен Можно в байк-дискаунт посмотреть В некоторых размерах, в принципе, можно найти В общем и целом велосипед добротный В качестве первого, конечно, велосипеда Но посмотрим дальше И вы увидите, что здесь будут, в принципе, гораздо лучше велосипеды В том числе за эту стоимость 53.4 спереди и 11.34 сзади Это очень даже хорошо 10 скоростная здесь система Но для такого веса действительно пригодится Либо спереди меньше звезды Либо кассета огромная 11.34 это, в принципе, минимум Который имеет смысл ставить на такой велосипед 28 мм в стоке здесь идет Кому это, собственно, нужно Для какого-то повышенного комфорта Но здесь за такую цену это не бескамерка И, соответственно, на особо низких давлениях Кататься на этом велосипеде не получится Для повышенного комфорта Собственно, для меня этот повышенный комфорт По крайней мере здесь, где я проживаю, чужд Здесь 28 мм в принципе для меня нонсенс Но для тех, кто проживает в таких регионах Где дороги с каждым разом становятся все хуже Все раздолбани Тому я, кроме того, как рекомендовать Уехать из этого местечка В котором все деградирует Могу посоветовать бескамерку С возможностью на пониженном давлении Все это катать Кат оптима 3 Мы видим опадные тормоза Выглядит рама очень даже классно Покрашена, по крайней мере, на мой вкус и цвет Но этот велосипед, несмотря на то, что на ободных тормозах Он все равно довольно-таки тяжелый В районе 9,6, по-моему, что-то такое килограмм Однако, плюс этого велосипеда в том Что его можно очень-очень дешево апгрейдить И уйти из этих 9 килограмм Забыть о них И что касается 8 килограмм границы Здесь уже будет поинтенсивнее в плане стоимости И, наверное, будет сделать сложно Опять-таки, исходя из начального бюджета Но здесь имеется SORA всего лишь за эти деньги Cannondale дорогой Тормоза имеются одни из самых хреновых, как я понимаю Промакс Какие-то 25 миллиметров покрышка здесь Это шоссейные предпочтения То есть для более-менее дорог Но чем этот велосипед хорош? Он не самый тяжелый То есть мы еще увидим еще тяжелее Он не самый дорогой И его, возможно, хорошо относительно апгрейдить И относительно дешево даже это получится Если от актуальных цен исходить Которые сейчас на барахолках Особенно в области ободных тормозов Действительно очень-очень дешево Всякие колеса можно взять Систему Посмотрите, здесь вот эта система Она больше килограмм, по-моему, весит То есть ее можно запросто апгрейдить И такое То есть для первого велосипеда Я все еще бы не совсем советовал именно этот Но если вы совсем не уверены Что шоссе это ваше Особенно есть люди, которые покупают шоссейник И где, блин, я это видел, не помню Но наваривают на сток вилки Алюминиевые, получается, да Дополнительную высоту ставят руль Выше, чем седло, грубо говоря И еще его наверх вынос ставят И вот так вот им комфортнее Ну, типа, изначально Нахрена вы шоссейник-то брали? Это же, блин, это шоссейный велосипед Гоночный, можно сказать Почему не компьютерский какой-нибудь? Ну, вот так вот Короче, для таких вот людей Которые не совсем уверены В том, что шоссе это вообще мое или нет Имеет смысл вот инвестировать в Кэннодейл И, соответственно, можно будет узнать В итоге, ваше или не ваше А там уже или апгрейдить, или купить полностью новый Другой уже получше Марка Стивенс в Неве Первый раз на канале Моделька Сан Ремо Ее можно в разных модификациях приобрести Но здесь самое дешевое За ровно 1000 евро Это на 100 евро дешевле, чем Кэннодейл и чем Кьюб Здесь ободные тормоза Здесь Тиагра И 9,3 килограмма Пока что это самый легкий велосипед И за 1000 евро здесь уже определенно Имеет смысл такую штуку рекомендовать Посмотрим по кассете Здесь 11,32 Я бы, наверное, 11,34 оставил Для тех, кто хочет, не знаю, реально вот все попробовать И уяснить, сколько им фактически нужно Этих самых зубов Где что хватает, где не хватает Но общий вес все равно довольно-таки высокий И кассету можно было 11,34 ставить Далее у нас здесь имеется Continental Grand Sport На 25 миллиметров Окей Здесь тоже классика Геометрия вся Можно ее нарисовать Не знаю, на стене примерить Можно померить какой-нибудь велосипед в магазине Запомнить модельку И сравнить потом геометрию дома С этим Стивенсом Sanremo Собственно, да, отличный велосипед для начала На мой взгляд И здесь колеса сменить Потом, наверное, другие компоненты Которые вам, возможно, не совсем подойдут изначально Это седло И здесь уже вес под 8 килограмм Можно устроить, в принципе, запросто и легко Посмотрим дальше на Decathlon Который сейчас, по моей информации От подписчиков всеми силами из России бежит Продавая за бесценок Всяческие одежды, джерси, шорты Посмотрите, кстати, возьмите За хорошую цену Больше вроде как не будет Но имеется у Decathlon серия OneRisel И моделька называется EDR-AF105 Это алюминиевая Пока что все алюминий, да Будет ли карбон здесь, по-моему, нет За эту стоимость карбона не стоит ожидать Здесь тоже 1000 евро 99 И здесь гарантия на всю жизнь На раму, вынос и руль Круто Не знаю, что может произойти Но алюминий, ну, нужно действительно Хорошо сделать, суметь И не знаю, насколько хорошо делают его Вот эти OneRisel-евцы Но если что-то не так То он заменит эту самую раму Посмотрим на компоненты Здесь 25 мм покрышка И вот относительно того, где можно апгрейдить Здесь Full Chrome Rating 6 стоят 1760 грамм Весит, кстати, не так много За такую стоимость Обычно ставят 1800-1900 грамм Такие вот очень тяжелые обода Здесь 105 группа по кругу Кроме вот, нет, не совсем по кругу Кассета MicroShift Опять-таки износится, купите новую Если найдете 105-й кассета Сейчас днем с огнем не найти Вроде как И этот велосипед самый легкий 8,8 килограмм Здесь это в основном за счет 105-й Стало возможным И опять-таки вот за счет Тех самых колес Которые в этом ценовом сегменте Действительно очень легкие Пять лет гарантии на вилку Почему-то Странно Окей В любом случае Это пока что Чисто формально По показателям Мой фаворит Здесь ободные тормоза Опять-таки Не стоит напоминать Что это означает Более легкую возможность Смены всего и вся И апгрейды, соответственно И внешняя проводка То есть вообще никаких проблем Не должно быть С этой самой проводкой То есть вы ее видите Вам легко будет ее проложить Самим И это здорово Далее у нас есть Giant Content 1 За 949 евро Это мой фаворит По внешнему виду пока что Но о нем я уже говорил В прошлой подборке Он не изменился 9,5 килограмм Сора И здесь самая дешевая цена Посмотрите Он во всех размерах Почти доступен в магазинах Поэтому Как я уже сказал Я немножко проверял Вот, кстати, ванрайзер Здесь в XS И в L Тоже доступен на складе Далее Перейдем к Мериде Я В немецком На немецком сайте Смотрел Но там всего 5 моделек На русском официальном сайте Здесь Имеется Ну вот эти все Скульптура 5000 4000 Рим Вот эти все Они все имеются Но в России Это Slopstyle.store И только они Сейчас Могут знать Когда все это Будет доступно Здесь Собственно По ценам Тоже Точно не знаю Но Думаю У Felt Кто-то писал В прошлых подборках Чего Felt Не смотришь А чего Не смотрю Вот Во-первых Идем Bikes Потом Имеется Performance И здесь Модельки От Там Неских Тысяч То есть Вот эти FR И AR Они Ужасно дорогие Самый дешевый Это Вот эти VR В Endurance Области И самодешевый За 1300 То есть Это Больше Нашего Бюджета Скажем так Виртуального Для этой Подборки Посмотрите Что вы получаете За эти 1300 Долларов В Самой дешевой Получается Шоссейной Модели VR VR 60 А именно 1057 Килограмм Это просто Жесть Какая-то Я не знаю Кто Зачем Это все Покупает И здесь Самое Самое Все дешевое Кларис Кларис Ребята За 1900 Вы получаете Всего лишь Там Теагру Вот почему Собственно Если вы Уже Оказались В Германии Или Рядом На Баг Дискаунт Вы можете Заказать Такую Марку Как Радон Она Выпускает В принципе Очень Добротные Велосипеды К сожалению Перестали Выпускать Ободные Шоссейники И Вот Осталось Вот такое Вот Чудо Техники Это Радон Р1 Серия Диск Теагра И Посмотрим Здесь Опять-таки Вес Не стоит Но Он В районе По-моему Неских Килограмм Что ли А нет Вес стоит Извиняюсь 9.95 То есть Он Реально Довольно-таки Тяжелый Это Микс 105 Получается Здесь Самое главное Посмотреть На Да Здесь 10 скоростей От 105 Здесь Почему-то Передний Переключатель Возможно Из-за Доступности Здесь Поставили Просто тот Который Будет Работать Окей Здесь В итоге У нас Имеется Высокая Цена 1200 Евро А не 1099 И Довольно-таки Средние Посредственные Показатели Раньше За 999 Вы могли Приобрести Тот же R1 105 А сейчас Хрен То есть Здесь Вот Моделька На 105 Она Уже 1400 Пожалуйста И Самая Дорогая Это Алюминий До сих пор 1700 Но В топ Моделях У них Показатели Довольно-таки Хорошие Если сравнить С другими Допустим Вот этот Спайер Диск Здесь Как я уже сказал Все дисковое Но пожалуйста На новой Альтегри Д2 За 3600 Вы такого Нигде Не найдете По цене Вроде Хорошая Бода И прочее Вот Кстати Этот Байк Дискаунт Бирайте Здесь И Посмотрите Все размеры Кроме 63 Доступны 53 Тоже будет Когда доступен Летом Да То есть Доступность Все-таки Имеется И последний Экспонат На сегодня Это Кэниен Здесь Я хотел показать Просто Что они сделали Во-первых Вы идете На шоссейнике Потом Айрот Понятно Ужасно дорогой От 3400 Евро Потом Рейс Это Альтимейт Серия Здесь От 1700 Тоже Дорого То есть Дешевой Серии Нет И Самая Дешевая Это Эндурейс АЛ То есть Как раз Этот Алюминий Но Возможно Имеет Смысл На Карбоновый Альтимейт Все-таки Подкопить Здесь Эндурейс Тоже 1400 евро Илки-палки Эдишн Соответственно Но Есть И Вот Такую Чутичку Подешевле Однако У нас Все равно Бюджет Все-таки Тысяча И зайдем Мы На Вот Этот Эндурейс 6 РБ 872 Доходите Легкий Тоже Имеет Смысл Рассмотреть Здесь Смотритесь Здесь Уже Стоят Точные Данные Когда Все Это Появится В июле То есть Скорее Всего Оно Появится И Можем Будет Взять Но Я бы Все-таки Подкопил На Вот Эту Модельку Ultimate CFSL 8 И Здесь Тоже Будет Когда-то В июле Все Доступно В итоге Это было Все Сегодня Огромное Спасибо За Внимание Кого Упустил Здесь Нам Ваш Взгляд Дайте Мне знать В комментариях Посмотреть 7 Килограмм 7 Килограмм За 2400 Просто Невозможное Для Сегодняшней Велоиндустрии Действительно Классный Шоссейник Это На Тяжелейших Тяжелейших Ободах То есть Эти обода Можно сменить Оставить их В качестве Тренировочных Купить Карба Обода И Уже Уйти Ниже UCI И Висеть За Вот Эту Стоимость Реально За Вот Эту Стоимость Просто Жесть Как Можно Было Засрать Всю Эту Индустрию Что Самый Бюджетный На Ободных Оказывается Чисто По Вот Формальным Показателям Лучше Чем Топовый На Дисках Ну Как Это Талант Видим Какой-то Окей Огромное Спасибо За Внимание Не Забудьте Прокомментировать Что Вы Из Этого Все Выбрали Что Доступно Из Этого Все Вам Какой У вас Бюджет В общем Все Что Релевантно К Описанным Вопросам Еще раз Спасибо До 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 До